МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации, толерадо-компании Гомель, у студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Гандль и сельгазвытворчасть на сегодняшнем посаджении Абловы Конкама разгляджены широкое пытание, что тычатся в ситуации у сельской мясцовости. Николе не забудем о военную историю Жлобинска и Светлогорска районов узгадали подчас маршу миру. Да не наповаги загинувшим землякам, выратовальники сёння приняли уделу велопробегу, присвеченным 75-й годовине вызволения Республики Беларусь от фашистских захопников. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Их досягнень не формирует имидж краины. По Палаце Незалежности президент уручил державные узнагороды заслуженным беларусам. У гоноровым списе 45 процедуников розных профессий. Гэта педагоги и социальные работники, реальный сектор экономики, будавники и навыковцы, артысты и спортсмены. Их особистые перемоги – гэта досягнень неуссёй Республики. Тому символично, что высокие звания и гоноровые орданы яны отрымливают перед голодным державным святом – Днём Незалежности. Александр Лукашенко с гонором отзначил. В зале собрались только отданные о своей справе профессионалы, кто робит ставку на мощную, поспеховую и створальную Беларусь. В эти дни мы отмечаем знаковое событие – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вспоминая великий подвиг народа-победителя, подарившего нам будущее, мы особенно осознаём ответственность за то, каким оно будет, это будущее, у наших детей и внуков. Каждый наш день должен быть прожит ради важной цели, защитить мир, за который отдавали жизни в годы Великой Отечественной, и сохранить трудовые традиции послевоенного поколения. Эти традиции продолжаются в наших успехах и достижениях. Сегодня здесь присутствуют представители самых разных профессий, но всех их объединяет искреннее стремление работать во имя нашей родной страны. Достижение каждого из вас – трудолюбие и дисциплина – главные условия экономического благополучия страны, ее независимости. Благодарю вас за преданность делу, ответственность и высокие результаты в профессиональной деятельности. Церемония отбылась у разгар других европейских гульняв. Символично, что у зали – шмат спортсменов. У Тымлику и дякают же их за слухом, у дельники с поборництва удара с белорусом шмат ярких перомох. В нашем спорте, вот вольной борьбой я занимаюсь, самая высшая награда – заслуженный мастер спорта, поэтому тем более такой почетный, ну, Александр Георгиевич сам нам отдает такую награду, поэтому очень волнительный для меня. Мы с детства вот своим борьбой с спортом занимаемся, и постоянно соревнованиями, мы уже привыкли к этому. А вот такие моменты редко бывают. Большость запрошенных у Палацы Незалежности – у першиню, а тому перед початком урочистой частки по традиции для гостей провели экскурсию. Яны доведались про историю заявления Палаца, целком побудованного белорусами зайчинных материалов, наведали основные залы и zrobили яркие фотографии на память. На сегодняшнем посаджении Абловы Канкама разрежены широк пытанья, что тычатся ситуации у сельской мясцовости. У приватности размова идея об забеспечении вязковцев продуктами и промысловыми товарами. А прача того проанализованный ход на рыхтовке травянистых кормов. С выказанными думками ознайомился Олег Синцерову. Пад час анализу стану справа по забеспечению вязковцев продуктами харчевания и промысловыми товарами бадает наибольшь значная залага у адрес областного союза споживецких товариств. Недостатковый ассортимент, высокая протерменованная запозиченность и, как следствие, снижение объема розничных товарооборотов, работа сельского гандлю в угле выкликая шмат пытанью. До первых жнивня на гомишне зробить деталевый анализ ситуации, а поколь вырешено звернуться до районных советов депутатов с просьбой предоставить информацию об проблемах у деятельности местовых объектов в Гандлю. То, что касается населенных пунктов, свыше тысячи туда уже присматриваются даже сетевики наши, но это еще пока медленно процесс идущий и вокруг концентрации, где такие крупные населенные пункты. А так, в основном, это местные бизнесмены, те, которые уже имеют торговлю или открывают новые объекты. Еще одно питание на парадку дня. Вход на рыхтовки травянистых кормов. Тут так само есть проблемы. Поколь их на запасе ли только 10% от необходимого объема. Причин некольких, вот и млеку, объективных. Протягиваясь пякотная на дворе, оказала негативный уплыв и на процесс нарыцовки кормов. Негий час трава расти у парты не ждала. Зараз, правда, прошли дождей, и ситуация повинна полепшиться. Сярод субъективных причин недостатковых темпов, не подрыхтованная до полевых работ, кормоуборочная техника. Тычится, это не у всех господарок, але такие приклады на гомишне не есть. Повинные питания возникают и по якости нарыхтованного. Правда, во унитарном сельскохозяйственном предприятии, слава богу, в реальности выконания плановых заданий не сомневается. На сегодня основный показчик, колькость концентрировок кормовых одинок на умовную голову живёлы, тут на 70% у первышей средней областной. Кажут, что на вот таких, не самых сприяльных климатичных умовах, можно нарыхтовать якостные кормы. Головные, притремливаются технологией. Самый основной приоритет для того, чтобы заложить, подготовить и вывез, кормить качественные корма, это, конечно же, фаза. Та фаза оптимальная, в которую должно быть скошено, заложено, либо закручено, скажем, в рулоны, как мы говорим, о прогрессивных технологиях закладки кормов. До речи дождей, которые прошли в последний час, оказали становший уплыв и нарост кукурузы. Ее уборка на корм будет проводиться уже дневнее, але уже зараз можно сказать, что эта культура дозволит значительно повеличить объёмы и якость нарыхтованного. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Дорогами войны, миру и працы Гомельское областное отделение Беларусского фонда «Миру» с уместно со Жлобинским и Светлогорским райвы-Канкамами провело марш, присвеченный 75-ти годзю вызволения от фашистских захопников. Удельники побывали на митингах, наведали братские похования, пагутарили с мясцовыми жихарами. Изробили выник «Беларусь памятая». У марша «Миру» приняла удел Марина Джалая. «Калиласка, Калиласка!» «Калиласка» завитвается в Жлобинский район. Запрашают у дельников митингу мясцовые артисты. Тем больше тут есть, что показать. Город Растя становится всё больше пригожим и доброупорадкованным. Разом с сельским насельницем в районе живет каля 100 тысяч человек. И мы сегодня убедились на примере Жлобинского района, какой это стал прекрасный город. Я его знаю давно, собственно говоря, почти 60 лет район. И неузнаваемым. Тогда просто было маленькое дерево, а сегодня это прекрасный город. Яке подчас митингу не гучали словы, сенс был агульным. Шасть – это мир. Могчимость для детей жить не под выбухи снарадов, жить без трат и жахов войны. Медь соправдное детинство. Там, где идёт война, к детям негде играть. Там, где идёт война, негде теперь собирать. Там, где идёт война, никто прозвит в мете, за что во все времена погибают невинные дети. Вогненный смерч Великой Айчины пролетел по Жлобинской земли двойче. Спочатку у летку 41-го, коли город и район оккупировали фашистские войски. Затым, с осени 43-го до лета 44-го, тогда части Червоной армии с допомогой партизан вызволяли Жлобинщину от захопников. 16 тысяч захоронений на Жлобинской земле. 16 тысяч погибло жизнью. И это не только бойцы, и не только военные. Это же мирное население. Поэтому это надо передавать нашему поколению, воспитывать их, чтобы это помнили, ради того, чтобы этого не было. Пусть мирное небо будет. И с праздником Жлобинщина. Далее удельники маршу миру отправляются у Светлогорский район. На месте вёски Алла от Ширковицкого сельсовета – братское похование. Это всё, что засталось от населенного пункта. Вёску снисшили за один день. У вёску Алла сагнали же хороя 6 населенных пунктов и спалили их у хатах. У жудосных покутах загинули 1758 человек. З их 950 – дети. У сукупности гэта як 12 хатынил. Дареши пасля войны вёску так и не адновили. В эти торжественные праздничные дни мы всегда отмечаем тех, кто сегодня с нами не находится, кто ушёл в мир иной, оставила себе очень светлую память. И, конечно, несмотря на то, что годы ушли, мы, ветераны, должны ещё хранить эту память в себе и передавать подрастающему поколению. Недавно у Светлогорским районе прошёл пленэр скульпторов. Их метой было стварение каменных скульптур, яке бы длюстровали трагичный лёс вёске Алла. Кожная статуя – боль и моление облитасти. Дятей, женщин, старых. Вось на этом камене выява женщины, якая отдала своих дятей старой бабуле у спадеванне, что недужих от человека фашисты не крануть, а сама попросила катау спалить её во уласной хате. Кали она загинула у огни, захопники не пошкодовали и её дятей. Будет реконструкция имеющегося на том месте братского захоронения, и большое внимание там будет уделено информативной составляющей, которой любой желающий, который едет мимо знака, направленного в сторону Алла, сможет приехать и даже без экскурсовода изучить ту всю трагическую историю, которая там произошла. Зараз работы знаходятся на территории Мясцового санатория. В наступном годе яны станут часткой целого мемориального комплексу на месте спаленной Аллы. Финансовую допомогу у этой высокородной справе оказывает Гомельское областное отделение Белорусского фонда Миру. Яну выделила на этой мыты 6 тысяч рублей. Праспоугадина делегация на опошнем этапе журботных подорожья. На величном мемориальном комплексе – операция «Багратион». Памятный знак, присвеченный этой военной подеей, под Светлогорском усталевали 5 годов тому. Я шепрозгод тут открыли филиал Светлогорского краезнадчика музея. На этом месте, с этой позиции части 1-го Белорусского фронта вступили в сражение 24 июня. Было два основных удара. И вот мемориал, который сооружен, как раз там две стрелы, показывают, как развивалась наступательная операция. В общем-то, успех сопутствовал 1-му Белорусскому фронту на этом участке. И была окружена буквально за сутки крупная группировка фашистов. У одном репортаже складано выразить усе эмоции, атмосферу от подорожья. Требы было покинуть место для фактов. Але по завершении марша миру у кожных была одна думка и надея. Каб не только белорусская земля, але и вся наша планета никогда не слышала военных выбухов и стрелы и не ховала безвинно загинувших детей. Марина Ржала, Валерия Гапанько, телерадио-компания Гомельса, Жлобинского и Светлогорского районов. В Гомельском государственном медицинском университете в урочистой обстановке уручили дипломы выпускникам факультета по подрихтовке кадров для замежных краин. С молодыми специалистами встретилась Ганна Каральчук. Гомельский государственный медицинский университет рыхтует специалистов для замежных государств с 2000 года. За этот час тут пройшли навучения каля 900 студентов из 30 краин света. Выпускники отримывают диплом международного узора с присвоением титула доктор медицины. Он признается сусветной организацией охоты здоровья и как працеулатковаться за межой молодым урачам треба только подтвердить квалификацию в своей стране. В Индии, например, 40% выпускников Гомельского медуниверситета робец гэта спершей спробы. Каб спрастить задачу, окромя навучання на русской мове, студентам пропануюць выбрать в учобу на английской. Мы первый вуз в республике, который стал обучать студентов на английском языке. Мы готовим преподавателей. Они два года готовятся для того, чтобы преподавать на английском. И поэтому представители, учитывая, что у нас в основном англоговорящие страны, конечно, им как-то спокойнее получать и нострификацию диплома. Они тоже на английском получаются в своих странах. Как я приехал, я вообще русский язык не знал. И так, когда я приехал сюда, сначала подготовительная факультет, я учился. И так с пациентами, еще там преподавателями я общался. И так получилось нормально поговорить на русском. И тем более на английском языке я учусь, на английском языке группе, да. Вот поэтому у меня учился без проблем. И постарался там учиться. И преподаватели, они мне помогали очень. И наши деканаты, они очень добрые. Деканаты наши, и там сотрудники. Так и все нормально, отлично получилось. Все летние выпускники – 59 человек. С Туркменистана, Шри-Ланки, Нигеры и навед Франции. Подчас учебы яны активно удельничали не только у науковых семинарах и конференциях, а и у культурным и громадским жития университета. Зараз большинство из них вернется до дому. Однако есть и те, кто отрывает свое первое працовное место в Беларуси. Для их университет пропонует последипломную адукацию – резидентуру, клиничную ординатуру и аспирантуру. Сильно очень притянул Гомель, Беларусь, дружественные такие народы, обращение, отношение людей было очень. За все шесть лет не услышал ничего такого, чтобы оскорбительного. Поэтому понравилось, остаюсь дальше здесь, ординатуру, потом думаю уже на работу остаться. Вначале было очень сложно, вдали от родины, от родственников, а потом уже привыкли, уже как бы второй дом для нас уже в Беларуси. Мои планы продолжать на ординатуру, ординатуру или хирургию, или урологию. До речи, год за годом все больше замежных абитуриентов звертается с документами в Гомельскую ВНУ. Зараз на факультете по подрихтовке специалистов для замежных краин учатся больше за 700 студентов из 26 краин. Наибольший охотно до нас едут с Индии, Сирии, Туркменистана, Пакистана и Йемена. Достойная репутация Гомельского университета на международном узровне подтверждается и конкурсом. Два с половиной человеки на место. Ганна Крайчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На больнице Ливни и Навадград. Завтра на территории Гомельской области чекается похолодание и снова падки. Дождливое надворье ускладняет ситуацию на дорогах. У подобных умовах нельзя проявлять бестурботность. С таким напомином до автомобилистов и пешеходов звертаются супрацовники Державтоинспекции. За падков погоршается бачность. Снижается коэффициент счапления кола у автомобиля с дорогой. У несприяльных умовах надворье инспекторы раять рухаться повольнее. Повеличить дистанцию и боковый интервал до инших транспортных сродков. Позбегать резких маневров и торможения. Пешеходам так само необходимо быть больше пильными при переходе проездной частки. Работа супрацовников ДАЕ организуется с уликом оперативной обстановки. Сотрудники ГАИ активно помогают участникам дорожного движения при скоплении автотранспорта на перекрестках. Совершают регулировочно-распорядительные действия. Помогают пешеходам перейти проезжую часть. Также с учетом погодных условий оказывают иную помощь участникам дорожного движения. Супрацовники подразделения по надзвычайных ситуациях, члены их семья и ветераны сёння приняли удел у велопробегу, просвеченным 75-й годовине вызволения Республики Беларусь от фашистских захопников. Головная мета – отдать данину поваги загинувшим землякам в складе вянки до помника у агрогородку Поколюбичи. Колона у 150 человек стартовала от улицы Олимпийской у Гомелли и накировалася за город до мемориала Гомельскому полку Народного ополчения и другой роти Чонка узкага 53-го мотостралкового полка войсков Народного комиссариата внутренних справ. Гольная дистанция пробегу склала около 10 километров. Мероприемство провели у першыню, але и областное управление МНС плануя зробить его традиционным, как что хочешь шановать перемогу советского народа в Великой Айчинной войне. В таком формате мы решили устроить велопробег по памятным местам захоронения, мемориалам, чтобы возложить цветы, отдать дань уважения всем погибшим. Поэтому приняли решение проводить такое мероприятие. Цель нашего велопробега – это, конечно же, пропаганда здорового образа жизни, это патриотическое воспитание молодого поколения, ну и, конечно, сплочение нашего коллектива. ГТА, а так само иншие новины, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Мозырским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными. Как сообщалось ранее, 28-летний житель Мозыря причинял увечья котам. Свои зверства он снимал на видео и размещал его в открытом доступе в интернете. Следствием установлено, что в июле-августе прошлого года мужчина находил объявление бесплатной передачи котят в добрые руки. Он встречался с их владельцами и получал котят в дар. Подаренного котенка он приносил к себе в квартиру, где совершал различные действия, приводившие к их мучительной гибели. Все происходящее он снимал на фото и видео. Впоследствии выкладывал данные съемки в открытый доступ в интернет. К материалам уголовного отдела приобщено 10 соответствующих фотоизображений и видеороликов, которые были переданы бывшими владельцами котят и защитниками, и правоохранителям. Всего установлено 10 фактов издевательств над животными. Сотрудники Следственного комитета при просмотре данных видеороликов зафиксировали обстановку в комнате, где совершалось преступление, орудие преступления, а также попадание крови животных на пол. При проведении обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены предметы, имеющиеся на видеозаписях. Также, несмотря на тщательную уборку, проведенную в квартире, следователь смог изъять из щелей в полу остатки вещества, похожего на кровь. И согласно заключениям генетических экспертиз, на предметах, изъятых в квартире, отвертках, топоре, молотке, а также в щели полу находилась кошачья кровь. Обвиняемый в живодерстве Мазырянин был задержан в России и экстрадирован в Беларусь. С его участием проведен комплекс следственных действий. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не мог руководить своими действиями, осознавать их характер и общественную опасность. Ему необходимо лечение в условиях психиатрического стационара. С учетом заболевания мужчины, следствие квалифицировало его действия как жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенной из хулиганских и иных низменных побуждений. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. В Гомельском районе пациент на ходу выпрыгнул из кареты скорой помощи. Инцидент произошел вчера утром во время транспортировки мужчины в больницу. Скорую вызвал мать 40-летнего мужчины из-за поднявшегося у него высокого артериального давления. В момент посадки в медицинскую «Газель» пациент был в психически возбужденном состоянии и, проехав несколько километров вблизи деревни Ивановка, на ходу выпрыгнул из автомобиля. Пациент, открыв заднюю дверь автомобиля скорой медицинской помощи, выпрыгнул на проезжую часть. В результате падения получил различные травмы, с которыми госпитализировано реанимационное отделение. В данный момент мужчина находится в областной больнице. У него диагностирована тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, а также выставлен попутный диагноз – синдром отмены алкоголя. Это когда у человека могут непроизвольно дрожать руки, наблюдается тревога и недомогание. По факту ДТП проводится проверка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Далее в копилку белорусской сборной добавили представительницы Гомельской области. Утром Ольга Худенко завоевала золото в гребле на байдарках на дистанции 500 метров. А после байдарка четверка в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Надежды Попок и Маргариты Махневой пришла к финишу второй. И принесла сборной Беларуси серебряную медаль. Во второй половине дня представительницы нашего региона Ольга Худенко и Марина Литвинчук взяли еще одну бронзовую награду в гонке на дистанции 200 метров. Успешно выступила иконаистка Елена Ноздрева. Она завоевала золото на дистанции 200 метров. В предпоследней гонке этих соревнований Марина Литвинчук вырывает золото на дистанции 5000 метров. Таким образом грибцы Гомельской области принесли шесть медалей на вторых европейских играх. Состоялись первые поединки 1-16 финала Кубка Беларуси по футболу. Представители элитного дивизиона подтвердили свой класс, обыграв представителей первой лиги национального чемпионата. Речицкий спутник на домашнем газоне не смог оказать серьезного сопротивления Батэ. К перерыву действующие чемпионы высшей лиги создали необходимый задел для победы. Тоуминя, Надхо, Сорока и Симович сделали счет 4-0 в пользу борисовской команды. На 71-й минуте Козловский, реализовав пенальти, сократил отставание. Вскоре Вильямсон восстановил преимущество гостей в четыре мяча. Последнее слово осталось за речицкой дружиной. Шрейтер на 86-й минуте установил окончательный счет матча 2-5. В других поединках Витебск был сильнее Слонима 2017-3-1. Солигорский шахтер обыграл Смолевичи 2-0. Столичная «Динамо» с таким же счетом одолела Микошевичский гранит. Оставшиеся поединки 1-16 финала Кубка Беларуси пройдут в конце июля. За путевку в 1-8 финала будут бороться и представители нашего региона. Это футбольный клуб «Гомель», «Мозырьская славя» и еще один представитель областного центра «Локомотив». Форвард Александр Феклистов покинул стан Жлобинского металлурга. Хоккеист стал игроком Столигорского шахтера. В минувшем сезоне россиянин стал лучшим бомбардиром Столиваров. На его счету 35 результативных баллов в 57 встречах. Гомельчане отправились на чемпионат Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В сборную Беларуси вошли Денис Евсеенко, Андрей Шимбалев, Вячеслав Чуишков, Анна Буракова и Полина Слесаренко. Завтра на татаме выйдут Денис Евсеенко, Андрей Шимбалев и Полина Слесаренко. На 29 июня выступит Вячеслав Чуишков. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин